В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Арбуз арбузу рознь. Помни, покупатель, про нитраты. Когда лицо Караганды станет привлекательным? Портретные аллюзии в 3D в Карагандинском областном музее изобразительного искусства. Пять проектов, реализуемых по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», были рассмотрены на очередном заседании Координационного совета по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития, которое прошло под председательством Акима области Нурмухамбета Абдебекова. Развитие малого и среднего бизнеса сегодня ставится во главу угла. Это основа экономического успеха страны. Свой проект модернизации представило товарищество с ограниченной ответственностью «Акджаик-2011». Мы понимаем, что время не стоит на месте, что постоянно необходимо модернизировать производство, улучшать качество выпускаемой продукции, а также учитывать возрастающие потребности непосредственно клиентов, потребителей, привлечения большего количества потребителей. Нельзя стоять на месте, нужно модернизировать оборудование имеющееся. В связи с чем, ТО «Акджаик-2011» намерено произвести полную реконструкцию мельничного комплекса. Рассматривались проекты приобретения грузового автотранспорта для ИП «ТЭН», специализированного автомобиля-манипулятора ТО «Мирстекла» и приобретения оборудования для производства полуфабрикатов ИП «Федорова». Кроме того, был рассмотрен проект «Опытно-промышленная сортировочная установка по переработке сталиплавильного шлака ТО «Алаужалын» в рамках программы развития моногородов. Цель этого проекта – переработка отвальных шлаковых отходов от сталиплавильного производства и их обогащения путем сухой магнитной сепарации с последующей рекультивацией земель. Акимобласти отметил актуальность этого проекта в преддверии Экспо-2017. Это путь к зеленой экономике. Необходимо отметить, что по информации банков второго уровня мы работаем с ними напрямую. В настоящее время у них на рассмотрении находятся уже 12 потенциальных проектов на сумму кредитов 1,7 миллиардов тенге. После одобрения банками данных проектов они будут выноситься на рассмотрение курсовета. Затем были рассмотрены заявки индивидуальных предпринимателей из Балхаша на выделение грантов и проект строительства газонаполнительного пункта ТО «Жесказган» «Газ Кызметти», претендующий на подведение недостающей инфраструктуры. На заседании также обсуждался вопрос о прекращении субсидирования по проекту «Тимиртауский электрометаллургический комбинат» в связи с неподтверждением целевого использования займа. Но этот комбинат стратегически важный предприятий области. От его стабильной деятельности зависит бесперебойная работа многих смежных предприятий, в том числе компании «Арселор Миттл Тимиртау». И потому решение о прекращении субсидирования принимать только в крайних случаях, подчеркнул Аким области, дал соответствующие поручения фонду дому и профильным управлением. А в частности медицинской фирмы «Гиппократ» был представлен проект по приобретению фемтосекундного лазера «Виктус» и магнитно-резонансного томографа «Хитачи». Фирма «Гиппократ» имеет опыт в получении займа по программе «Дорожная карта бизнеса 2020-2010 года». За это время была приведена реконструкция и модернизация двух зданий. Аким области Нурмаховед Абдебеков еще раз подчеркнул стратегическую важность государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Просьба активизировать работу по разъяснению, привлечению предпринимателей к участию в этих программах. Как видите, финансовые ресурсы есть. Опыт предыдущих лет показывает, что эти инструменты среди предпринимателей находят интерес. И те, кто заинтересованно подходит, они находят возможность пользоваться этими инструментами. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бакия Руспанов, 1-й Карагантинский. Строительство объектов социальной сферы находится на особом контроле у Акима области. Целью контроля хода строительства заместитель Акима области Жанар Бекбанова побывала с рабочей поездкой в Каркаролинском районе, где посетила ряд объектов социальной сферы. В ходе рабочей поездки Жанар Бекбанова ознакомилась с деятельностью сельскохозяйственного колледжа. Учебное заведение ведет свою деятельность с 1931 года. Колледж располагает обшежитием, рассчитанным на 140 мест. За последние два года в Каркаролинском сельскохозяйственном колледже число обучающихся составило 346 человек. На укрепление материально-технической базы в нынешнем году из республиканского бюджета были выделены 25 миллионов тенге. В этом году 75 выпускников нашего колледжа были трудоустроены в различных структурах области. Уделяется большое внимание материальной и технической базе лаборатории колледжа. С 2006 по 2009 год мы провели капитальный ремонт общежития. Сейчас в учебном заведении созданы все условия для студентов. В ходе рабочей поездки заместитель Акима области Жанар Бекбанова ознакомилась с деятельностью реабилитационного центра для инвалидов Карагандинской области. Это учреждение занимается своей деятельностью с 1979 года. По государственной программе «Дорожная карта занятости-2020» на развитие центра выделено около 100 миллионов тенге. В 2011 году началась сама его реализация проекта, то есть создание проекта с методом документации. Это было сделано в рамках меморандума между Казахмысом. На сегодняшний день поезды разработаны со всей области Карагандинской области. Здесь будут размещаться инвалиды в нашей области. Оздоровительный центр рассчитан на 64 человека. Здесь лечение могут проходить люди со всех уголков Карагандинской области. Сейчас полным ходом идут ремонтные работы здания. Как известно, строительный период короткий и нужно в срок, а главное – качественно провести ремонт объекта. Однако ход строительства и сдача в эксплуатацию оздоровительного центра вызывает некоторые недоумения у власти. Сейчас видно, что где будет очень большой объем работы, и понятно, что объект вовремя не будет сдан. Какие вот меры вы принимаете? Пока то произвести интересовало, но для того, чтобы выискивать, точную сумму знаний мы должны сделать сейчас перевернуть. В завершении рабочей встречи заместитель Акима Карагандинской области Жанар Бекбанова дала ряд поручений по дальнейшему развитию района. В Карагандинской области более 60% домов не имеют приборов учета тепла. Они предназначены для измерения расхода тепловой энергии. Также могут использоваться в качестве систем контроля, потребленной холодной и горячей воды. Такой прибор должен быть в каждой квартире. Так как не все карагандинцы установили в своих квартирах такие счетчики, возникает множество вопросов по системе учета тепла. Жителям шахтерской столицы показали и рассказали о преимуществах таких приборов. При помощи счетчика жители могут получить возможность оплачивать только за фактическое употребление тепловой энергии. Прибор определяет температуру помещения. В общем, все для комфорта жителей. В Казахстане запущена большая программа по установке общедомовых приборов учета тепла. Это получение главы государства, это требования законодательства. И мы приезжаем в регионы для того, чтобы рассказать суть этой программы, для того, чтобы жильцы понимали эффект от установки приборов учета, для того, чтобы было нормальное восприятие установки приборов учета. Сейчас в стране действует программа модернизации развития жилищно-коммунального хозяйства. Во всех областях Казахстана специалисты проводят разъяснительные работы по данной программе, в том числе и в Караганде. В Министерстве регионального развития проработан вопрос по возможности финансирования из республиканского бюджета на возвратной основе процесса установки приборов учета. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрено 8 миллиардов тенге, за счет которых будет обеспечена капитализация акционерного общества фонд развития ЖКХ. И уже непосредственно фонд развития ЖКХ будет финансировать процесс установки приборов учета на возвратной основе. Вот такая схема финансирования предусмотрена. В нескольких регионах Казахстана уже применяются дифференцированные тарифы, что создает удобство жителям многоквартирных домов. Услугодатели города Караганды объясняли жителям преимущества, которые дает система дифференцированных тарифов с позиции экономического стимулирования. Мы проводим ремонтные работы, необходимо отключать какие-то участки трубопровода, чтобы их менять. Это первое. Второе. Сколько помните, в домах уже давно нарушено, помните, через полотенце сушителей была кольцевая схема. Ее убрали все. Ни у кого ее практически нет. И поэтому этой схемы должны, в частности, подать воду в дом, чтобы просто весь дом отоплением заполнится, а вот эта схема работать не будет. Поэтому под эту схему подаем, конечно, нареканий много. Сейчас рассматривается вопрос выделения денежных средств из республиканского бюджета. Об этом говорили на собрании, которое коммунальщики провели после объезда. Фонд развития ЖКХ будет капитализирован. В бюджете деньги предусмотрены на это. В настоящий момент мы дорабатываем заключение центра ГЧП по ФЭО для капитализации фонда. Как только деньги поступят, параллельно с этим мы собираем заявки от теплопередающих организаций. От жителей городов Караганды и Тимиртау поступают заявки на установку приборов тепла. Однако не все горожане понимают, какая от него польза. По городу Караганде теплотранзит подана заявка ООО фонд развития ЖКХ на установку 2351 приборов учета на сумму 1 миллиард 430 миллионов тенге. По городу Тимиртау готовится заявка на установку 1099 приборов учета на сумму 659 миллионов тенге. Для того, чтобы счетчики тепла были в каждом многоквартирном доме, важно, чтобы потребитель понимал эффект такого прибора и имел стимул к энергосбережению. Правда, до сих пор не все понятно, как и кто конкретно будет оплачивать установку дорогостоящего прибора. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтия, Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом серия профиль Галдек 53 серии. Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система Профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. На последнем активе города первый заместитель Акима области Аслабек Дюсибаев жестко критиковал все службы города за их бессистемный подход к своей работе. Он пришел к выводу, что город находится в весьма плачевном и запущенном состоянии. Налицо целый ряд фактов, это подтверждающих. К сожалению, в этом убедился и наш корреспондент, побывав в микрорайоне «Орбита-2» во дворе дома номер 33. Двор дома 33 в «Орбите-2» полностью отсутствует. Его не стало 8 лет тому назад. Именно столько времени тянется долгострой возле дома 33 на республиканской трассе. Мимо всего этого безобразия проезжают гости из дальнего и ближнего зарубежья. Мы здесь гордимся тем, что у нас здесь государственный символ, флаг Казахстана. Мы гордимся тем, что у нас здесь чемпионат Азии проходил. У нас ледовый дворец здесь рядом, парк Победы. Кажется, такое место. И тут вот эта вот свалка, она имеет очень неприглядный вид. Когда предпринимательницы Жейнбаевой выделили землю под строительство ресторана, никто не спрашивал разрешения у жителей близлежащих домов. Теперь здесь мусорка и огороженный закуток для бомжей. Напомню, что это длится уже 8 лет. А по закону, если земля не используется по назначению, она подлежит изъятию. В ответ на письмо жителей пришел странноватый ответ. Где эта земля не подлежит застройке? Да вот же забор. То, что внутри забора – частная собственность. Бомжовский туалет, кстати, тоже. Вот здесь вот собираются еще бомжи вечером. Ну, там исправляют свои нужды за забором, да. Отсюда вообще идет вонь. Это, честное слово, не только свалка, как в туалет превратился. Потому что он еще не охраняется самим этим предпринимателем. Куда только не писали жильцы. Депутату городского масляхата осенью писали мы. Начальнику ГУ отдела ЖКХ транспорта, Акимов района, СЭС района Козыбек-Би. Но ответа нет – нас отфутболивают. До сих пор детишки бегают в соседние дворы. А ароматы псевдозастройки вдыхают все жители близлежащих домов. Завидуем тем, что вот там вот по республике есть хорошие детские площадки. Там, знаете, и скверы, и горочки. Дети приходят туда отдыхать. А нашим детям отдыхать некуда. Туда ходить, конечно, далеко. Поэтому вот жильцы обращаются с просьбой решить этот вопрос. Вот так и живут 8 лет непрекаянные карагандинцы. И это не окраина шахтерской столицы, а лицо города. В 2006 году решением городского Акимова было выделено частному лицу вот здесь участок перед домом для строительства ресторана. И вот с 2006 года у нас, видите, деревья даже выросли там. Прокомментировать нам эту ситуацию все же согласились. Материал года два назад уже были переданы территориально-земельные инспекции, чтобы решить этот вопрос законности. Потому что любой объект, это долгостроение не может быть. Хоть в частной собственности, он должен осваивать это в течение 2-3 лет. Это однозначно. Этот вопрос решается, и я думаю, результаты скоро будут. Сергей Високосов, Бахтия Руспанов, 1-й, Карагандинский. Внимание, арбузы! Сотрудники Карагандинского департамента по защите прав потребителей снова выясняют, насколько безопасны продукты, которые едят карагандинцы. Экспресс-лаборатория работает прямо на рынках Караганды. Наш корреспондент участвовал в работе такой выездной лаборатории на рынке Жулдыз в сортировке. Особое внимание сам врачи обращают на бахчевые. Временную лабораторию открыли рядом с овощниками. Покупатели могли проверить купленные продукты на месте. При превышении нитратов покупателям возвращали деньги. Сам врачи сделали около 100 проб. Результаты, можно сказать, удовлетворительные. Вот только арбузы и дыни не дали желаемых результатов. В них есть незначительное превышение нитратов. Не рекомендуется употреблять их в больших количествах. Но, как объясняют лаборанты, пока не сезон. Согласно приказу департамента по защите правопотребителя, проводится акция бесплатная по безопасной продукции. То есть, цель акции – это профилактика пищевых отравлений и повышение права грамотности населения. То есть, сегодня здесь определяется нитраты, содержание нитратов в астрономической продукции. Также можно определить кислотность молочной продукции и мед на фальсификацию. Разные поставщики везут урожай с разных полей. Где-то больше удобрений используют, где-то меньше. В основном претензии к арбузам и дыням. Конечно, такая акция, которая проводится в Караганде, это очень-то приятно. Не только она-то приятно, а обязательно даже полезно. Потому что мы, пенсионеры, берем и не знаем, что за продукция продает продавец, который, как говорится, ест нитраты, нет нитратов. Мы взяли эту продукцию и ушли. Лучше сейчас воздержаться от покупки арбузов и дынь. Должно быть естественное ультрафиолетовое облучение. Но еще не было такой жары, чтобы они успели созреть. Поддержание в овощах нитратов идет в норме, кроме бахчевых культур. Капуста, дыня, персики, огурцы. Во всех превышений нет. Так что можно употреблять спокойно, потому что вообще никаких превышений, таких значительных нет. Акция Департамента по защите прав потребителей продлится до 20 июля. Лаборатории будут работать в разных торговых точках города. Все желающие могут проверить не только овощи и фрукты, а также молочную продукцию. Но лучше всего иметь собственный прибор – нитратомер небольшого размера. Покупатели имеют право проверить продукты питания. В Карагандинской области полиция выкупила у населения 222 единицы оружия. Управление административной полиции Департамента внутренних дел Карагандинской области подвело промежуточный итог акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел области. На текущий момент по области от граждан поступило 182 заявления. Ими было сдано оружие 54 нарезных, 1166 гладкоствольных, 2 травматические пистолета, 2511 патронов и 5 штук взрывчатых устройств. Акция проводится сотрудниками управления административной полиции с 21 апреля и будет проводиться до особого распоряжения. На эти цели из республиканского бюджета для Карагандинской области выделено более 28 миллионов тенге. Напоминаем, что в случае выявления сотрудниками полиции фактов незаконного хранения гражданами огнестрельного оружия, они будут привлечены к административной или уголовной ответственности. А в период акции гражданам предоставлена возможность добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия за денежное вознаграждение и освобождение их от административной и уголовной ответственности. В Карагандинском областном музее изобразительных искусств прошла уникальная выставка. Художники представили вниманию карагандинцев картины в 3D формате. Картины выполнены аэрографом на больших художественных холстах. Посетители могут участвовать в сюжете каждой картины и сделать уникальные фотографии на память. Наверное, мы все независимо от возраста немного дети и любим фантазию и мир фантазий. Поэтому необычный эффект, который часто присутствует в картинах 3D, привлекает наше внимание. Действительно, даже самая простая 3D-картина способна придать интерьеру особый шик, неповторимость и ощущение чего-то фантастического. Организатором данной выставки является Халдарь Игорь Александрович, сам он с Кебастуза, но по определенным причинам не может с нами передвигаться, потому что у него есть еще выставки, по-моему, на этой выставке. Отказавшись от плоскости изображений, художники создают потрясающие оптические иллюзии, которые может заметить лишь человеческий мозг. Это означает, что если смотреть на картины под правильным углом, то они приобретают объем и трехмерность. Выставка очень, на самом деле, классная, оригинальная. Еще никогда у нас в городе такого не было. И все картины, правда, действительно как живые, объемные, настоящие. Со всеми картинками сделали фотографии. Но очень классно, что в нашем городе что-то такое начали проводить. И хотелось бы побольше такого. И взрослые, и дети с восхищением смотрели на картины. На каждый из таких рисунков у автора может уходить от нескольких дней до нескольких месяцев. Придумал и создал данную выставку Игорь Холодарь из Экибастуза. Автор этого творчества – барнаульский художник Павел Роча. Выставка работает без выходных с 10 до 19 часов и продлится до 31 августа. Лариса Хусейнова, Нурсултан Саев, Бахтиар Распанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Уважаемые карагандинцы, приглашаем вас 19 июля 2014 года на мини-ярмарку «Зеленый караван». На площадях перед магазинами «Юбилейный», перед супермаркетом «Гринмарт», при Шахтинске перед торговым домом «Орталык». На ярмарке будет представляться продукция местных товаропроизводителей и производителей с южных регионов – молочная и плодовощная продукция. Реализация товаров будет проводиться по ценам на 15-20% ниже среднерыночных. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова